В сентябре 1983 года это ЧП произошло на Байконуре и в советское время было строго засекречено. Менее чем за минуту до старта корабля произошло возгорание ракеты-носителя. Александр Солдатенков и Алексей Шумилин, руководившие стартовой командой, мгновенно оценили ситуацию. И за несколько секунд до взрыва при помощи системы аварийного спасения отстрелили корабль. Благодаря этому экипаж благополучно приземлился на парашюте в нескольких километрах от Байконура. А Александр Солдатенков получил орден Трудового Красного Знамени. Для нас он символизирует эпоху пилотерам и космонавтики, связанную с ним и с его качественной работой. В том числе с его подвигом, который он вместе с Шумилиным тогда спас экипаж, вовремя отреагировав на нештатную ситуацию. Более 55 лет Александр Солдатенков посвятил работе на предприятии ЦСКАБА «Прогресс». До 2005 года все пилотируемые запуски осуществлялись под его руководством. Всего на счету заслуженного пускача, как называют на космодромах технических руководителей, около тысячи стартов ракет. Александр Солдатенков был любимцем всех космонавтов. Будучи деятельным человеком, Александр Солдатенков активно занимался общественной жизнью родного города. Чтобы увековечить память почетного гражданина Самары на стене дома, где он жил, открыли мемориальную доску. Ему коллективу ЦСКАБА «Прогресс» государство доверило развитие космической тематики, доверило повышать и укреплять авторитет страны в этой сфере. И я хочу сказать, что Александру Михайловичу, всему коллективу предприятия эта задача оказалась по плечу. На открытии мемориальной доски приехали коллеги, друзья и родственники Александра Солдатенкова. Во многом благодаря труду таких людей, как он, город Самара стал и до сих пор остается космической столицей России. Марина Матвеевшина, Максим Гусев. События.